Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока Форма размножения организмов Тема достаточно интересная Но прежде чем мы познакомимся с этой темой Нам нужно повторить полученные ранее знания И закрепить домашние задания Итак, на прошлом уроке мы с вами рассматривали тему Способы деления клеток и метоз Сейчас я задам вопросы Вы подготовьтесь и ответьте на эти вопросы А далее по этой теме вы выполните небольшой тест Итак, какие способы деления клеток вы знаете? Что такое метоз? Что такое клеточный цикл? Какие этапы включает клеточный цикл? Что такое интерфаза? Сколько она длится? Сколько длится второй этап клеточного цикла? Назовите, пожалуйста, фазами тоза Вы помните, я просила вас запомнить точную четкую последовательность Правильно, повторяю еще раз Профаза, метафаза, анофаза, телофаза Итак, давайте вспомним, что происходит в профазе В какой фазе хромосомы выстраиваются по экватору? Что происходит в анофазу? Какой набор хромосом получают дочерние клетки в результате метоза? И, наконец, каково же значение метоза? Спасибо А сейчас, пожалуйста, подготовьтесь И выполните небольшой тест по теме метоз Значит, 6 вопросов в тесте Нужно выбрать правильный один ответ Из предложенных 4 вариантов Итак, мы сегодня с вами побольше узнаем О разнообразных формах размножения И способах размножения в живом мире Вопрос Какие формы размножения вам известны? Правильно Существует из всего многообразия Всего лишь две формы размножения Бесполое и половое Мы с вами сегодня познакомимся Со всеми способами бесполого и полового размножения Итак, посмотрите, пожалуйста Формы размножения Бесполое и половое Они включают разные способы Со всеми способами мы сегодня познакомимся Бесполое размножение Это деление клетки, почекование, спорообразование И один из обширнейших подвидов бесполого размножения – это вегетативное. Как бы даже отдельно выделяется вегетативное размножение. И половое размножение – это слияние одноклеточных организмов, слияние гомет, гермафродитизм и партеногенез. Итак, сейчас мы с вами познакомимся более подробно с бесполым размножением. Записываем в тетрадочку. Итак, бесполое размножение – это размножение без участия половых клеток. Еще раз, пожалуйста, посмотрим виды бесполого размножения. Это деление клетки, почкование, спороношение или спорообразование, ребята, или образование спора. Это три совершенно разных названия, но это одно и то же. И вегетативное размножение. Итак, первый способ – это деление клетки. Значит, деление клетки характерно только для одноклеточных организмов. Вы помните, в школе, в седьмом классе вы изучали простейшие амебы, вглены, инфузории. Все вот они делятся простым делением клетки пополам. Организмы полностью копируют материнскую клетку, получают в нее полный хромосомный набор. Следующий способ – это почкование. Почкование характерно и для одноклеточных, и для многоклеточных организмов. Вот такой пример типичный, может быть, со школы, помните? Пресноводный полип гидра. Гидра – это очень интересный пресноводный организм. Значит, прикрепляется подошвой ко дну водоема и с помощью щупалец подгоняет воду и питается различными организмами. Когда очень много света, воды, тепла, на материнском организме образуется такой бугорочек, почечка, который растет, растет. Потом отрывается и рядышком с материнской клеткой, с материнской особи, прикрепляется подошва ко дну. И таким образом получается новая особь, совершенно похожая на материнскую особь. Примером почкования также могут служить коралловые полипы. Следующий – это спороношение. С помощью спор размножаются грибы, папоротники, мхи, некоторые водоросли. Спор – это особая клетка, которая очень маленькие размеры и очень легко переносится по воздуху и даже может по воде. Следующий способ бесполого размножения – это вегетативное размножение. Ребята, он настолько самостоятелен, как подвид бесполого, что часто его считают даже отдельным особым способом размножения. Но это подвид бесполого размножения. И мы сейчас более подробно познакомимся с этим способом размножения. Итак, ребята, давайте запишем тетрадочку, что такое вегетативное размножение. Вегетативное размножение – это образование новой особи из многоклеточной части тела, родительской особи. Один из способов бесполого размножения, свойственным многоклеточным организмам. Или это размножение с помощью вегетативных органов – корня, листьев и стебля. Существует достаточно много способов вегетативного размножения. Сейчас, пожалуйста, выполните в тетрадочку схему вегетативного размножения. И, пожалуйста, оставьте место под каждым видом размножения, чтобы записать туда названия растений, которые размножаются этим способом. Ну и давайте теперь рассмотрим примеры. Итак, размножение корнями. Корневые отпрыски характерны для многих кустарников и травянистых растений. Ну, пример можете записать. Малина всем известная, астра, ландыш. Далее. Корневыми черенками. Значит, корневыми черенками размножаются тоже многие травянистые растения. Мак турецкий, водосбор, известная, наверное, на даче у многих это есть. Готовят черенки небольшие, сантиметра пять. Они опускают во влажную почву. Песок или субстат особый сверху покрывают керамзитом, поливают. Когда опускают корешки, можно пересадить либо в горшок, либо в грунт сразу. Корневыми клубнями. Известные всем растения осеннецветущие, георгены. И вот которые растут в комнатной растении. Бегони размножаются таким способом. Дальше. Существуют надземные побеги и подземные побеги. Притом подземные побеги, ребята, это видоизмененные побеги. Многие думают, что это совсем не побег. На самом деле это побег. К подземным побегам относятся клубни, луковицы и корневища. Почему побеги? Потому что у них все признаки стебля. Всем известное вам растение картофель размножается клубнями. Достаточно интересный способ размножения, потому что можно посадить не просто целый картофель. Можно взять картофель и разделить на четыре части, на шесть частей, на восемь частей. Главное, чтобы был бы глазок с ростком. И из этого кусочка можно получить хороший урожай картофеля. Более того, послевоенное время многие люди очистками садили картофель и получали хороший урожай. Ну, так как вот нечего было есть. Корневища. Это тоже видоизмененный подземный побег. С помощью корневища размножаются всем известные ирисы, ландыши, мята, некоторые папоротники. Луковицами. Это тоже видоизмененный подземный побег. Размножаются известные вам лук репчатый, чеснок, тюльпа, нарцисс, подснежники. А теперь размножение надземными побегами. Значит, размножение стеблевыми черенками. Достаточно отрезать стебель, на котором должно быть не менее трех листиков или почечек. Поставить в стаканчик с водой или в песок влажный. Подождать, пока прорастут корешки. И далее можно посадить в горшок. Я сейчас вам покажу, какие растения у нас в кабинете можно размножать стеблевыми черенками. Так, ребята, это вот комнатное растение всем известное. Называется бальзамин или, как его в народе еще называют, мокрый ванька. Достаточно неприхотливое растение. Достаточно вот так вот срезать черенок. Черенок, три листика не менее. Поставить в воду, в стаканчик с водой очень быстро пускает корешки. И можно посадить и получить очень много-много растений вот таких вот. Когда будет побольше солнца, бальзамин цветет очень красивыми красными цветами. И достаточно украшает любую комнату, любую аудиторию. Еще стеблевыми черенками размножается плющ. Плющ, традисканция. Вот здесь тоже можно отрезать стебель, чтобы на нем было не менее трех листиков. Также поставить в воду, пустит корни и можно посадить в новый горшок с землей. И еще всем известное вам растение. Герань, лечебное растение. Воздух очищает. То же самое размножается стеблевыми черенками. Следующий способ размножения наземными побегами – это отводки. Это достаточно распространенный способ, который используется на даче, в деревне. Представьте себе, растет куст крыжовника. Можно наклонить веточку довольно низко над землей, закрепить, прижать. И через некоторое время в этом месте появятся корни. Далее можно выкопать это растение новое и посадить в отдельное место. Это называется отводки. Таким способом размножаются малины, крыжовник, ежевика. Следующий способ – это усами. Ну, все вы знаете землянику садовую, клубнику, живучка ползучая, гравилат ползучий. Таким способом достаточно быстро можно получить очень много новых растений. Очень ценное растение – хлорофитум обыкновенный, который советую вам приобрести, посадить, особенно дома на кухне. Очень очищает воздух. Также это растение неприхотливое, используется практически во всех офисах, где это возможно. Размножается также усами. Известный способ размножения наземными побегами – прививкой. Прививку предложил еще Иван Владимирович Мичурин. Мы поподробнее будем во втором семестре изучать тему у нас основы селекции. И полностью подробно будем рассматривать, как выполняется этот метод. А сейчас пока просто запомните, что способом прививки можно получить очень хорошие сорта сливы, персика, вишни, абрикосы, яблони. Один из способов размножения наземными побегами – это размножение листьями. Уникальный способ. Можно размножать листовой пластинкой с черешком и без черешка. Достаточно распространенный способ – это размножение для фиалки, как в народе говорят, или селполия. Листик ставят в стаканчик с водой или во влажный песок. Накрывают полиэтиленовым пакетом с отверстиями и тщательно поливают, если в песок. А в стаканчике просто смотрят, чтобы не было воды, очень много не доставало листовой пластинки, или наоборот, чтобы не высыхало. И далее получаем корешки, и можно посадить в горшок новое растение. Итак, пожалуйста, давайте посмотрим, каково же значение вегетативного размножения. Значит, огромное значение, биологическое значение – это размножение растений в случае повреждения значительной части растения. Пожары, допустим, вырубки или другие какие-нибудь несчастные случаи. Это возможность размножения цветковых растений при отсутствии факторов перекрестного пыления. Допустим, нет ветра, нет насекомых. А хозяйственное значение – это возможность быстро получить двулетние, многолетние растения. Это возможность сохранять важные наследственные признаки сортов, а также сочетать полезные признаки нескольких растений в одном. Сейчас мы с вами рассмотрим половое размножение и его способы. Итак, ребята, рассмотрим способы полового размножения. Это слияние одноклеточных организмов, слияние гомет, гермафродитизм и портеногенез. Запишем, пожалуйста, в статусе, что такое половое размножение. Половое размножение – это размножение с участием половых клеток гомет. Итак, половые клетки гометы. Со школы вы помните, наверное, что женская половая клетка или гомета называется яйцеклетка, мужская, сперматозоид. Здесь представлены разные формы яйцеклеток. О строении яйцеклеток мы позже с вами на других уроках посмотрим. А сейчас нас интересуют конкретно способы полового размножения. Первый способ – это простое слияние одноклеточных организмов. Такое бывает в природе. При сочетании благоприятных условий одноклеточные организмы подплывают друг к другу, сливаются и образуется новый организм. Это характерно, например, для одноклеточных водорослей. Следующий способ – это слияние гомет. Слияние гомет характерно для высших животных, высших растений и человека. При этом, посмотрите, пожалуйста, на схему. Сперматозоид сливается с яйцеклеткой и образуется оплодотворенная яйцеклетка, которая называется зигота. Об этом способе мы рассмотрим поподробнее на следующих уроках. Следующий способ – это гермафродитизм. Это явление, при котором одна и та же особь способна производить и мужские, и женские клетки. Это уникальное явление, с которым вы, возможно, ознакомились на уроках в восьмом классе. Примеры гермафродитизма – это плоские черви. Это белая планария, это ленточные черви, это бычья цепень или моллюски, большой прудовик. Следующий способ, очень интересный, называется партеногенез. Это, запишем, пожалуйста, партеногенез – это способ развития зародыша из неплодотворенной яйцеклетки. Примером размножения партеногенезом являются, например, мелкие рачки, полифемы, а больше известны, например, такие насекомые, как пчелы, осы. Это могут быть также некоторые виды ящериц, один вид водится в горах Армении, некоторые виды индейок и некоторые виды карасей. И более того, ребята, партеногенетические особи искусственно были получены нашим русским ученым. Астауровым в лаборатории он получил искусственно зародыш тутового шелкопряда. Это ценнейшее насекомое, которое до сих пор дает возможность получать ценные шелковые нити, из которых шьют парашют. Для этого в пробирочку помещают яйцеклетку. И разными способами воздействия, например, повышенная температура, или укол иголочкой, или обычное встряхивание, дает толчок для дробления яйцеклетки и дальнейшего развития зародыша. Итак, ребята, мы познакомились с разными способами полового и бесполого размножения. Давайте сейчас с вами подведем итоги. Чем же отличается бесполое размножение от полового? Обратите, пожалуйста, внимание на таблицу. Итак, бесполое размножение принимает участие только одна особь. Половое размножение принимает участие две особи. При бесполом размножении дочерние организмы являются точными копиями материнского организма. При половом размножении дочерний организм получает комбинацию генов, которые принадлежат обоим родителям и не являются их точной копией. При бесполом размножении гометы не образуются. При половом образуются гометы с гаплоидным набором хромосом, и которые при слиянии восстанавливают диплоидный набор. Бесполое размножение встречается только у микроорганизмов, грибов и растений низших, и некоторых беспозвоночных, тоже низших животных. А половое размножение характерно для большинства высших растений, высших животных и человека. И бесполое размножение приводит к быстрому увеличению числа особей, а половое размножение происходит гораздо медленнее. Но особи лучше приспосабливаются и лучше выживают в меняющихся условиях окружающей среды. Теперь, пожалуйста, для того, чтобы проверить свои знания, вы попробуйте ответить на следующие вопросы. Итак, ребята, мы с вами на сегодняшнем уроке познакомились с разными способами размножения. Давайте еще раз ответим на вопросы. Какие существуют способы размножения? Бесполое и половое. Какие есть формы бесполого размножения? Правильно, это деление клетки, это спорообразование, это почкование и вегетативное размножение. Скажите, пожалуйста, какие способы вегетативного размножения вам больше всего запомнились? Правильно, я надеюсь, луковицами вы запомнили, черенками стеблевыми, листьями, и сможете применять в своей жизни, радуя родителей. Какие способы полового размножения вы запомнили? Ну, я надеюсь, что портелогенез вам очень понравился. Конечно, самый распространенный способ полового размножения – это слияние гомет. Ну, естественно, есть еще гемофродитизм и слияние одноклеточных организмов. Значит, домашнее задание – выучите конспект, а также, если это интересно вам, если вы хотите получить хорошую оценку дополнительно, вы можете подготовить интересный материал с иллюстрациями в виде небольшого сообщения о разнообразных формах и способах размножения среди организмов. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok